Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение книги «При мудрости Соломона» и сегодня перед нами четвертая глава. Мы говорили, что третья глава озвучивает важные тезисы относительно таких базовых явлений, как, к примеру, вопросы, связанные с деторождением, важностью человека для социума и Бога. И мы видим, что объективно человек реализует себя как полноту своей природы и в отношениях с ближними, например, в отношениях с Богом, вне какого-то функционала. То есть он не кусочек социума, который должен отработать свою функцию и куда-то уйти, дав место другим. Он абсолютная уникальность. И вот в этой уникальность он Богу-то и важен. Поэтому есть дети или нет детей, Бог оценивает принципиально не это, а как человек реализует себя в отношениях как таковых. Четвертая глава. Эти темы и продолжают. Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей. Когда она присуща, ей подражают. А когда отойдет, стремятся к ней. И в вечности увенчанная она торжествует, как одержавшая победу непорочными подвигами. Итак, тезис неоднозначен. Мы можем рассмотреть пример однозначной ветхозаветной праведницы, Сары, и увидеть, что одно из главных ее переживаний, не одно, а главнейшее переживание всей ее жизни, это вопрос чудородия. Здесь же библейский текст подчеркивает, память о ней, то есть о бездетной добродетели, бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей. Но память, в общем-то, ведь на самом деле и передается с потомками. Нет меня, но есть кто-то, кто длит меня, реализует мое присутствие на земле через них. Поэтому память не в людях и не у людей, так как не может быть кто-то, кто помнит о таком человеке среди народа, а память у Бога, у которого все живы. Также в этом контексте важно вспомнить и о теме наследования земли, как о конкретном формате участия человека в мессианском царстве. Каждый израилетянин в соответствии с планом Моисея, когда тот делит землю по коленам, родам и далее до конкретной семьи, получает некую часть в земле Израиля. Но это не просто участок. Это на дел обетованной, то есть обещанной земли. Человек наследует тем самым обетования, данные Аврааму. «Тебе и потомству твоему дам я эту землю», — говорит братцу Бог. Это знак видимого благоволения Божия. Он обещал Аврааму и гарант исполнения обещанного, праведность получающего. Авраам был праведен перед Творцом. Соответственно, и потомок его наследует эту землю, потому что, может быть, не в такой же полноте, но каким-то образом в контексте Авраамовой праведности этот потомок находится. Это видимый знак того, что отношения с Богом у этого человека адекватны. Соответственно, отсюда и законы о ливератном браке, целый ряд других идей и практик, направленных на сохранение на дело за конкретной семьей и шире за конкретным родом. Здесь мы видим совершенно другой тезис. Память о бездетности с добродетелью. На ветхозаветный объем бездетную праведницу, то есть абсолютно бездетную, мы не видим. Нет конкретного примера, когда мы можем сказать, что автор имел в виду пример конкретного человека. Речь идет скорее об общем принципе. Не все, что просто и однозначно оценивается людьми, также рассматривается Богом. Ведь в виду приведенной высшей логики бездетный человек изглаживается из удела обещанного Аврааму. Он не владелец земли, народ его не увидит в блаженного царства. Бог утверждает, это не так. И потому бездетная праведница противопоставлена многодетным женам нечестивцев. А плодородное множество нечестивых не принесет пользы, и прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину, и не достигнут незыблемого основания. И хотя на время позеленеют в ветвях, но не имея твердости, поколеблются от ветра, и порывом ветров искоренятся, некрепкие ветви переломятся, и плод их будет бесполезен, незрел для пищи и ни к чему не годен. Вот параллель с новозаветным текстом. Когда Христос говорит о сеянии Слова Божия, семя упало на камень и взошло, зеленело, но как не имеющее корня, засохло и погибло. Здесь тот же образ. Не дадут корней в глубину, не достигнут незыблемого основания. Здесь некая средняя примирительная позиция между вопросами, которые задавались в притчах и экклезиасты. С точки зрения экклезиаста, это далекое от действительности утверждение. Он говорит, нечестивцы благоденствуют, у них большие семьи, крепкое здоровье, и у них все хорошо. А множество праведников страдает. С другой стороны, книга притч говорит, что этого не может быть, праведники благословенные получают все здесь, все грешники получают возмездие, также в этой жизни. В озвученных стихах виден некий третий ответ, что в течение какого-то времени неправедно приобретенное может давать какой-то плод, к чему-то приводить, но быстро иссякнет. И книга Бытия говорит, что единственный способ, которым можно нечто получить здесь, это труд. В поте лица твоего ты будешь добывать хлеб свой, говорит Бытия. И тогда добытое останется с тобой. То есть оно будет созидать, помогать, всячески тебе способствовать. А полученное в каком-то другом процессе не даст такого результата. Деньги чужих слез никакими созидательными возможностями не обладают. Это и происходит в жизни нечестивцев. Вспомним, кого здесь имеют в виду. Нечестивцы здесь не просто грешники, люди, которые ведут неправильный образ жизни. Нечестивцы активно упоминаются, например, и в книге Притч. Там термин на иврите будет ближе к современному понятию циник. Не просто грешник, который неправильно себя ведет, а тот, который своеобразным образом рассматривает саму действительность. То есть то, как он ведет себя, рассматривается им как адекватной действительности и правильный путь. В чем отличие в данном случае циника от обычного грешника? Грешник может делать зло, но понимая, что он вводит в жизнь нечто недолжное, раскаивается и не ищет оправдания, хотя может быть и порабощен грехом. Человек циничный давно нашел для себя это оправдание. Оно в том, что его поведение нормально, так как праведности вовсе не существует. Нет чистоты, нет никакой святыни, никакого другого пути нет, поэтому он делает единственное возможное с его точки зрения. То есть получается, что грешник живет часто в состоянии непримиренной совести. И это непримирение может как-то повернуть его в сторону праведности. Ну просто потому, что нельзя постоянно находиться во внутреннем конфликте. У нечестивцев же никакого конфликта с самими собой уже давно и нет. Потому что и говорится, да, в том числе об отсутствии корней, совесть их поверхностна. Их внутренняя жизнь не предполагает ни размышлений, ни выводов. Поэтому, каковы они сами, таких же и потомков они себе воспитывают. Ибо дети, рождаемые от беззаконных сожитий, суть свидетелей разврата против родителей при допросе их. Первая идея стиха. Дети невиновны ни в чем. Рожденные даже в совершенно беззаконных отношениях. Они чисты от какой-либо вины. Ведь свидетель не есть обвиняемый. Но вторая идея, и здесь, по всей видимости, автор внутренне склоняется к идее о наличии взаимосвязи между поведением родителей и жизнью детей. Ветхий Завет по-разному ставит этот вопрос. С одной стороны, есть тексты, где Господь прямо и непосредственно говорит. «Бог твой, Бог, ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Это 20 глава исхода. Но с другой стороны, у пророков мы видим совсем другой текст, в котором Господь на этом же вопросе заостряет внимание, когда уже какая-то история Израиля имела место на земле Палестины. И когда вышеназванная идея уже укоренилась и дала соответствующие плоды. Итак, Бог говорит. «Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомены? Живу я, говорит Господь Бог. Не будут впредь говорить эту пословицу в Израиле. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». Это языки Иль. Что пророк имеет в виду? Отцы наши согрешили когда-то там, а мы расплачиваемся. То есть, виновными в нынешнем положении вещей является кто угодно, но не мы. И Бог подчеркивает, это ложь и перекладывание ответственности. Здесь и сейчас получает человек результаты. Ни в своих детях, ни в ком-то еще. Получается, что автор находится вот на этой двойственной позиции. Он четко показывает, что сами дети не виновны ни в чем. Но с другой стороны говорит, что род, взращиваемый на таких основаниях, долго не просуществует, потому что основания его изначально не жизнеспособны. А праведник, если рановременно умрет, будет в покое, ибо не в долговечности честная старость и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей и беспорочная жизнь – возраст старости. В тексте прямо указывается, что мудрость и благочестие никак не связаны с возрастом. Никакого автоматического аккумулирования их с годами не происходит. Мудрость есть седина для людей и беспорочная жизнь – возраст старости. Для традиционного общества, целиком построенного на безграничном авторитете старшего, это звучит практически оскорбительно. Представление о том, что долгая жизнь – награда от Бога, типично не только для библейских, но шире для ближневосточных текстов. Здесь, например, звучит голос египтянина Яхмаса «Я состарился, я достиг старости» и божество вавилонской поэмы о невинном страдальце, возвращающей человеку здоровье и желанное долголетие. В то же время книга Экклезиаста крайне мрачно описывает старение, используя образы, во многом близкие к апокалиптическим. Она говорит, «В тот день, когда задрожат стригущие дом, и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и поморочатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, и замолкнут до черепения, зацветет миндаль, и отяжелеет куснечек, и рассыпется каперс. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщица, доколе не порвалась серебряная цепочка, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который его дал». Это 12 глава Экклезиаста. Здесь демонстрируется, что смерть и есть личный конец света для всякого из живущих, наступающий неотвратимо. Однако же достижение старости зачастую связано с повышением социального статуса. Происходит это банально, ввиду накопления жизненного опыта. Старец – сокровищница мудрости, которая, казалось бы, должна помочь молодым. Тот же Экклезиаст утверждает, «Горе тебе, земля, когда царь твой отрок». Ветхий Завет имеет на этот счет не только теоретическое замечание, но и прямой пример. Это, собственно, сын Соломона, Рваам, третья книга царства. Он по юношеской глупости склонился к советам друзей и в итоге потерял большую часть царства. Практический вывод чрезвычайно прост. Казалось бы, слушай старших. Подобными наставлениями полна, например, книга-притч. Чисты они и в учительной литературе как таковой. Автор же при мудрости предлагает радикально отличающуюся от всего ветхозаветного текста идею. А можно вспомнить, например, Иова, человека однозначной праведности, который сам перед собой может четко свидетельствовать, я не согрешил перед Богом ни в чем. Когда большая история Иова подходит к концу, когда с ним произошли уже все искушения, он испытал многие страдания, когда он встретился с Богом, Бог не успокаивает его в себе, то есть не призывает его в вечность. Он уделяет ему еще множество лет, благословляет его еще таким же количеством детей, умножает его богатство и покоит его здесь. Сам ветхозавет традиционен и однозначен в вопросах долголетия. Это награда праведным. Пример подобной смерти – смерть Евраама. Скончался Евраам, умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью и приложился к народу своему. Книга Бытия говорит об этом. Та же идея постулируется и в учительной литературе. Следование заповедям дарит долготу дней. Пример равновременно умершего праведника отсутствует. Это абсолютная новация для ветхозаветного текста. Книга Премудрости предлагает свою оригинальную концепцию, основанную не только на идее благого по смерти, но и на понимании абсолютности человеческой личности. Здесь впервые целостность личности противопоставляется такой, казалось бы, абсолютно базовой ценности, как жизнь. Как благоугодивший Богу он возлюбленный, и как живший посреди грешников пристален, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прелестило души его. «Праведнику лучше умереть, но сохранить праведность». Это радикально полемизирующий с экклезиастом тезис, утверждавшим, что живому шакалу лучше, чем мертвому льву. С точки зрения автора, Богу принципиально важнее константы личности, сформировавшиеся преследованием путем заповедей, чем жизнь носителя этих констант. С нашей точки зрения, это во многом тривиальное утверждение. Но оно таково именно в силу того, что в том числе через тексты «Премудрости» эти идеи прочно вошли в христианскую традицию, а сами фрагменты, повествующие об этом, получили в том числе и однозначную мессианскую окраску. Некий усредненный образ страдающего праведника, представленный в этой книге, воспринимается отныне исключительно как прообраз Иисуса Христа, Эта идея встречается в том числе и в бытовой христианской культуре. Хороший человек умер рано. Почему? Потому что пока он хорош, Бог и призывает его к себе, в чем застану, в том и сужу. Повторюсь, эта идея не характерна для Ветхого Завета. Лучше сохранить жизнь любой ценой. Авраам, отрекающийся от жены, от страха перед фараоном, не осуждается автором книги «Бытие». Но чем ближе ко временам Рождества Христова, тем системней начнет изменяться эта точка зрения. Примеры мы приводили в предыдущие лекции. Ветхозаветная педагогика все усложняется, ставит все более и более высокие планки, приближаясь к своему исполнению в Рождестве Мессии Израиля и Спасителя Мира. В некотором смысле перед нами первый пример богословского осмысления страданий за веру, мученического подвига. «Ибо упражнение в нечестии помрачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он исполнил долгие лета, ибо душа его была угодна Господу, потому и ускорил он из среды нечестия». Ускорил в смысле изъятие от нечестивой среды. То есть человек созрел, но дальнейшее его пребывание в социуме может лишить его этих даров, плод которых он получил. Конечно, нельзя сказать, что это абсолютно однозначная истина в последней инстанции, потому что в любом случае эти вопросы это вопросы судов Божьих. Почему один долгожизнен, а другой безвременно уходит? Но попытку осмысления этих фактов мы видим. Притом сам мотив классический ветхозаветный, как первый псалом, «блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». То есть он и сам праведник, но и воздерживается от того, чтобы не перенять чужеродные для себя идеи. А люди видели это и не поняли, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми его и промышление о избранных его. Здесь, с одной стороны, периодически возникающий мотив прославления Бога. Когда какой-то смысловой фрагмент в данном тексте заканчивается, он заканчивается подобной фразой. Но здесь подчеркивается, что суды Божьи могут очень сильно не соответствовать представлениям человеческим. «Видели и не поняли», — говорит текст. То есть, с нашей точки зрения, должно было бы быть совершенно по-другому. Но, увы, у многих из нас на расстоянии вытянутой руки есть целый ряд примеров, когда человек однозначной праведности, резко и, как нам кажется, глубоко бессмысленно покидает нас. Оказывается, что, как это ни странно, но это явление благодати и милости и промысла об избранных у Бога. Хотя принять это как опыт чрезвычайно сложно и более. «Праведник, умирая, осудит живых нечестивых, и скоро достигшая совершенства юность долголетнюю старость неправедного, ибо они увидят кончину мудрого и не поймут, что Господь определил о нем и для чего поставил его в безопасность». Мы проводили параллели с бесплодными праведницами и многодетными женами нечестивцев. Так и здесь равновременно умерший праведник — это оппозиция долгоживущим грешникам. Несколько ранее в этой же главе мы читали, что мудрость — вот истинный возраст старости, и седина сама по себе ничего не дает. Это тоже немножко амбивалентный тезис. Понятно, что мудрости от, например, ребенка ждать, в общем-то, бессмысленно. Хотя даже в нашем фольклоре мы видим обратный пример. Но, конечно, здесь имеется в виду все-таки какой-то более или менее однозначный взрослый возраст. Сам смысл прост. Сама по себе возрастная категория не добавляет ничего и не убирает ничего у человека. Юная праведность ценнее для Бога, сотворившего человека для бессмертия, то есть для бытия вне времени. Здесь умрут социальные различия Земли. Если там опыт старца играл роль ввиду скоротечности времени, то здесь с уходом времени всякий опыт рискует превратиться в труху, будучи испытан огнем божества. Параллель с евангельской притчей о бесплодном дереве из Евангелия от Луки. Здесь мы видим. Это Лука, 13 глава. Там господин не один год уже приходит искать плодов на смоковнице и не находит. Почему и предлагает ее срубить. Но слушается садовника, предлагающего дать дереву еще один год. Обложить удобрениями и подождать, вдруг что-то вырастет. Она прекрасно иллюстрирует тезис из премудрости. Грешник как бы испытывает терпение Бога. Но тот вновь и вновь дает ему время, вновь и вновь дает ему свою помощь, ожидая одного – плода. Потому и равновременная кончина праведника у корней чистивца. Над праведником не было совершено столько агрокультурных трудов. Но он оказался отзывчив к руке садовника и принес плоды. В то время как грешник упражняет, то есть зря занимает землю. Еще раз повторюсь, это иллюстрация. Она не говорит о том, что для Бога есть ненужные или менее любимые люди. Но она очень жестко мотивирует к изменению жизни. Также здесь осмысливается уход из жизни как поставление человека в безопасное место. Он более не подвержен никакому разрушительному влиянию, что он теперь находится с Богом в покое. Они увидят и уничтожат его, но Господь посмеется им. И после сего будут они бесчестным трупом и позором между умершими навек. Ибо он повергнет их ниц безгласными и сдвигнет их с оснований. И они в конец запустеют и будут в скорби, и память их погибнет. Продолжение темы про нечестивцев. Праведник уходит в покой, а нечестивцы, которые судили праведника при жизни и осудили его смерть, окажутся в посмеянии. Не в смысле того, что Богу смешон промах в человеческой жизни, а в смысле расхожего выражения. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Или, как говорит сам Творец, мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои. Вот вы смотрите на происходящее своими глазами. И своим опытом. И не видите, насколько он отличается от реальности. То есть от того, как это на самом деле происходит, чем реально насыщенно. При этом даже подчеркивается, они будут позором между умершими навек. То есть имеется в виду уже даже после их кончения. Когда они перейдут свой рубеж вечности, третировав праведника, то окажутся совершенно не на том месте, которого ожидали. Евангельская притча о Богаче и Лазаре прекрасная тому иллюстрация. Богач, в общем-то, не унижал Лазаря. Он просто его не замечал, жил с собой. Мы не видим, и чтобы Богач стяжал свое имение каким-то неправедным образом. Нет. Просто для него ближний не существовал. Существовал лишь он, и больше никого. При том, что о своих ближних, как он их понимает, богач печется, переживая в аду, например, за своих живых братьев. В осознании грехов своих они предстанутся страхом, и беззаконие их осудят в лицо их. Это слово о суде Господнем. Заметим, грешников убияет не страх Бога, который будет их наказывать. Нет. Они увидят сделанное своими руками, ужаснутся собственных плодов. Действительно, даже в рамках жизни бывает страшно осознать, что какой-то ее фрагмент прошел впустую, потрачен в никуда или тем более на зло. Что же говорить о итогах всей жизни перед лицом вечности? Это возвращает нас к вопросу успокоенной совести. Грешник видит, что он согрешает, и не имеет в этом плане ни иллюзий о себе сам, ни покоя. Циник же, договорившийся с совестью, не пытается этого сделать, но в день суда, когда маски будут сняты, не будет того толстого слоя сахарной глазури самооправдания, покрывающим собственную неблаговидность. Это станет днем встречи с самим собою, как есть. Получается, что для праведника его вечность не сюрприз, а для нечестивцев их вечность большой сюрприз. Они видят то, чего никогда бы не хотели видеть. Беззаконие их осудят в лицо их. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова